Госдума сегодня окончательно одобрила закон о блокировке так называемых зеркальных пиратских сайтов. С их помощью раньше можно было обходить официальные запреты и продолжать нелегальную работу. Причем обсуждение этой темы сегодня гораздо шире. Роскомнадзор выставил ультиматум владельцу мега популярного мессенджера Телеграм. Или Павел Дуэров регистрируется по законам, или его ждет блокировка ресурса стоимостью 1 миллиард долларов. В пику тем, кто часами висит на этом интернет-канале, эксперты привели примеры, почему Телеграм смертельно опасен. Александр Самохвалов продолжит. Можно назвать такие меры беспрецедентными. Глава Роскомнадзора лично через официальный сайт обращается к бизнесмену Павлу Дурову с просьбой соблюдать российское законодательство, направленное на борьбу с терроризмом. В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации Телеграм в России должен быть заблокирован. Глава Роскомнадзора Пропаганда терроризма и вербовка в анонимном и хорошо защищенном от спецслужб мессенджера Телеграм поставлена на поток. В том числе об этом сегодня шла речь на закрытом заседании Госдумы с участием директора ФСБ. Подробности депутаты не раскрыли, намекнув только что о Телеграме мы все скоро узнаем много нового. Техника здесь помогает без границ прийти в каждый дом любой точки планеты, самое главное в мозги войти и в основном, конечно, поддатливо это молодежь. Уже установлено чудовищный теракт в петербургском метро координировался и планировался удаленно, как раз через Телеграм. При этом у специальных служб нет никаких возможностей получить доступ к переписке. Такова особенность шифрования мессенджера, к тому же сервер не хранит сообщения. Жертвы пропаганды террористов зачастую похожи. Они сначала читали и слушали проповедников в закрытых группах Телеграма и только потом брали в руки оружие. Во время того, как вы были администратором на канале, какие идеи вы высказывали и предложения? Ну, последнее из моих предложений было, что воевать на территории России неверно. Телеграм стал прибежищем не только для террористов. Вот свежие фотографии из уголовного дела. Наркодилеры из Ярославля продавали наркотики, делая закладки, о которых сообщали в анонимном чате Телеграм. И такая вот противоправная деятельность в этом мессенджере тоже поставлена на поток. И опять-таки мы столкнулись с тем, что вот так называемый бесконтактный способ, когда наркодильцы используют свое общение посредством мессенджеров, в частности Телеграма, и заранее договаривались о том, как все это дело производить. Попытки встроить мессенджер Телеграм в российское правовое поле предпринимаются постоянно, но его владелец Павел Дуров попросту их игнорирует. А в интервью западной прессе объясняет свою позицию тем, что он вообще противник государственного вмешательства во что бы то ни было. Когда правоохранительные органы получают доступ к вашим данным, это ведет к злоупотреблениям. Это называется троллинг. Павел Дуров в образе джихадиста. Он в очередной раз смеется, на этот раз в глаза родственникам погибших в петербургском метро. А ведь он и сам из города на Неве. Это фото, такой его ответ на все обвинения в предоставлении площадки террористам. Впрочем, удивляться нечему. Еще будучи владельцем сайта ВКонтакте, он вскрыл данные администраторов групп Евромайдана. 13 декабря 2013 года ФСБ потребовало от нас выдать личные данные организаторов групп Евромайдана. Нашим ответом был и остается категорический отказ. А чуть ранее, высмеивая ветеранов войны, сравнивал СССР с Германией, ставя знак равенства. Разбрасывал деньги из окна своего офиса, потешаясь над толпой. Позиция Дурова по телеграмму, возможно, далека от той, что он декларирует, отстаивая анонимность. Дело в том, что стоимость сервиса уже перевалила за 1 миллиард долларов. А когда на кону такие деньги, на проблемы рядовых граждан с их страхами перед террористами, видимо, становится наплевать. Что касается Роскомнадзора, то требование, как и раньше, простое и понятное. Телеграмм должен работать по российским законам и должен исполнять обязанности организатора распространения информации. Павлу Дурову, несмотря на его молодой возраст, пора уже взрослеть и становиться взрослым. И давать людям не только новые возможности, но и быть ответственным с точки зрения возможностей участия в вопросах общественной безопасности всего мира. Впрочем, уже точно можно сказать, что безоблачные дни для террористов, прописавшихся в сервисе Телеграмм, проходят. Помимо России, огромное количество претензий к Дурову и его мессенджеру высказывают европейские политики. Один из последних терактов в Стокгольме, к слову, полностью организован через сервис, которым владеет Павел Дуров. И с каждой новой смертью неповинных людей его личность наполняется каким-то абсолютно зловещим смыслом. Александр Самохвалов, Николай Кубанцев и Егор Серпионов. Известия специально для РЕН-ТВ.